Тема строительства в год архитектуры затронет все социальные сферы жизни города. Это здравоохранение и образование, жилищный фонд, культура и спорт. Всего в этом году работа идёт по 38 социальным объектам. Изменения произойдут в организации здравоохранения. Здесь запланировано приступить к строительству трёх офисов врачей общей практики, проектирование которых будет выполнено в этом году. Есть планы и по созданию фельдшерско-акушерских пунктов, или ФАПов. По поводу ФАПов и ОПов нужно обязательно, чтобы у нас по нашему городу была отдельная программа с учётом растяжённости. Пусть там хотя бы по одному, по два ежегодно в районах строят ФАПы и ОПы. Стратегическая для всех задача – это проектирование объектов на уже вновь утверждённых в рамках нового генерального плана земельных участков, где у вас есть перспектива, особенно соцобъекты, какие перспективные школы делать, где делать детские сады. А по проекту комплексного развития Сочи запланировано 12 мероприятий, которые решат экологические проблемы. О том, что ещё делается, сообщил Константин Салиев, директор муниципального департамента реализации проектов комплексного развития. Основное, что сейчас у нас в планах, это, безусловно, до 2025 года закончить реализацию программы модернизации канализационных союзений. Это пять основных комплексов канализации, которые у нас есть в городе, плюс создание нового комплекса в якорной щели. Это крупная программа, объём 35 миллиардов рублей, контракты подписаны. Кроме того, капитальные вложения идут и в береговое укрепление, и обустройство подпорных стен. Предусмотрено создание муниципального учреждения, которое и будет полностью отвечать за это направление, как это было в Сочи раньше, когда на курорте работало управление берегоукрепительных и противоополозневых работ. Продолжение следует...